В этом видео я детально расскажу вам про геймпад GameSeer G4 Pro, у стиков которого отсутствуют мёртвые зоны. И это его главное преимущество. Но также есть и недостатки. И, к сожалению, для своей цены их немало. Сегодня мы выясним, смогла ли GameSeer вновь всех удивить. Или же всё-таки разочаровать. И заставка, а потом так... И ништяк. GameSeer G4 Pro это мобильный геймпад, который позиционирует себя как некое премиальное устройство. О чём свидетельствуют некоторые мелкие детали, которые присущи только дорогим геймпадам. И да, GameSeer G4 Pro как раз-таки не дешёвый геймпад. И задача сегодняшнего видео разобраться, а стоит ли он вообще своих денег. Лично меня упаковками продукция GameSeer давно перестала удивлять. Всё как всегда на высоте. Вот только в данном случае при транспортировке упаковка немного пострадала. Но благо на содержимом это никак не отразилось. Коробка GameSeer G4 Pro двойная, как и полагается хорошему продукту. И первое, что бросается в глаза при распаковке, это детали к мелочам. Обратите внимание на стики. А именно на транспортировочные колпачки, которые их защищают. Это уже как минимум ответственный подход к упаковке, за что GameSeer огромный респект. Кроме того, на кнопках A, B, X, Y присутствует защитная плёнка. Возможно её цель защищать кнопки от пыли, но как по мне это уже излишество. Сам геймпад размещен в пластиковом лотке, под которым лежит кабель и наклейки. Вот такие вот наклейки с петухом, это логотип GameSeer. Также в комплекте идёт брендированный кабель формата USB Type-C, что лично меня очень радует. Ну и конечно же звезда обзора геймпад, давайте рассмотрим его поближе. Чисто внешне и по ощущениям геймпад очень напоминает Xbox One контроллер. Но это только если обращать внимание только лишь на форму и на удобство хвата. На этом сходство с Xbox контроллером не заканчивается, так как геймпад похож на него даже курками, но только по расположению. Из явных плюсов я могу отметить наличие USB Type-C порта, конечно же, но есть и один очень значительный минус, связанный с верхними курками, о котором я расскажу позже. Вес геймпада ни много ни мало 258 грамм. Главное отличие GameSeer G4 Pro – боковые прорезиненные вставки, задача которых не только лишь собирать грязь, но и придать цепкость геймпаду. Бестекстурные прорезиненные стики в перспективе должны стираться незаметно, что тоже явно плюс. На обратной стороне геймпада имеет инструкцию по подключению к разным типам устройств. Втопленную кнопку Reset, которую удобно нажимать булавкой от телефона и заглушки на винтах. Зачем они там, спросите вы? Наверное, чтобы подчеркнуть премиальность устройства. Но главный вопрос в том, а зачем вообще нужна кнопка Reset? На него я вам отвечу чуть позже. У геймпада есть парочку скрытых кнопок, которые находятся под откидным держателем для телефона. Нижняя отвечает за скриншоты, верхняя за турбо режим. На этом скрытые детали не заканчиваются, так как у GameSir G4 Pro есть скрытый в корпус ресивер, с помощью которого геймпад можно подключить к компьютеру в качестве Xbox 360 контроллера. Максимальная ширина телефона, который можно вставить в геймпад, 86 мм, чего более чем достаточно для современных устройств. При этом телефон можно размещать в двух положениях, кому как удобнее. Но и тут не обойдется без подводных камней, о которых я расскажу далее. Но прежде покажу еще одну прикольную штуку, которая есть у GameSir G4 Pro, а именно возможность менять кнопки местами. Фишка в том, что кнопки ABXY магнитные, и вы можете менять их местами как вам угодно. Но вот только достать их из своих посадочных мест крайне тяжело. Поэтому я придумал простой лайфхак со скотчем. Пользуйтесь. Эх, не вышло с первого дубля, ну да ладно. Благодаря этому можно переделать раскладку с Nintendo Switch на Xbox контроллер. Кому как удобнее. Да и кстати, обозначения на кнопках выполнены не из краски, а из пластика, что гарантирует их долговечность. К компьютеру геймпад можно подключить несколькими способами, один из них по кабелю. При этом геймпад будет параллельно заряжаться, что тоже плюс. В качестве индикатора зарядки выступают 4 светодиода на левой верхней части геймпада. Второй способ это подключение геймпада при помощи USB свистка. При этом на самом геймпаде необходимо зажать комбинацию клавиш X плюс Home. После чего система определит геймпад как Xbox 360 контроллер. При этом у кнопок L2 R2 будет присутствовать степень нажатия. Инпут лага в сравнении с Xbox контроллером не замечено. Как в принципе и мертвых зон у стиков, но детальный тест я покажу вам дальше. Я тестил геймпад играя в Cyberpunk и вопросов к качеству передатчика у меня не возникало. При том даже когда я сидел в двух с половиной метрах от компьютера, играя в Cyberpunk на телевизоре. То есть геймпад великолепно справляется с задачей заменителя Xbox контроллера. Кроме того я пытался подключить данный геймпад в качестве Nintendo Switch Pro контроллера, через комбинацию клавиш Home плюс Y. При этом геймпад сразу же определился системой и предложил мне добавить новое устройство. Но здесь что-то пошло не так, само устройство определилось как Pro контроллер и даже вроде как система его настроила, но при этом геймпад тест никак не хотел реагировать на присутствие геймпада. Я попробовал использовать сторонние программы, такие как BetterJoy. Но BetterJoy с данным геймпадом просто зависает, а когда приходит в себя, все равно геймпад не работает как положено. Здесь обращаем внимание, на правый стик с ним явно что-то не в порядке. Кроме этого, после подобного сопряжения геймпад не хочет выключаться, и мне пришлось использовать кнопку Reset. И в этот момент я осознал зачем эта кнопка нужна. Проблема ли это в драйвере, либо в геймпаде, я так и не понял. И если кто-то из вас все-таки смог подключить данный геймпад в качестве Nintendo Switch Pro контроллера к вашему ПК, напишите об этом в комментариях, возможно это конкретно мой экземпляр такой глючный. Для подключения геймпада к андроиду используется комбинация клавиш Home плюс A. При этом геймпад определится как Gimsir G4 Pro BB. Тестировал я его в игре Fortnite и могу сказать, что отсутствие мертвых зон в стиках определенно пошли на пользу моему аиму. Но сам по себе я не мобильный геймер, да и в шутеры на геймпадах я предпочитаю не играть. Тем не менее, аимить мне было вполне комфортно и отсутствие мертвых зон определенно в этом играют свою полезную роль. Инпут лага нет, что радует, а вот что не радует, так это крепление. Но более подробно об этом я расскажу в той части видео, которую я посвятил недостаткам. К сожалению, у Gimsir G4 Pro есть недостатки, их немало и конкретно у моего экземпляра их даже больше чем обычно. Дело в том, что я попытался подключить свой геймпад к Nintendo Switch, согласно инструкции, как я это делал уже со множеством других контроллеров, в том числе Gimsir T4 Pro. Но так уж вышло, что конкретно мой экземпляр геймпада ни в какую не хотел подключаться к этой консоли. Консоль его просто не увидела, я сперва грешил на свою консоль. И даже отправил геймпад своему другу, у которого есть несколько консолей Nintendo Switch. Но успехом это все не закончилось, после чего я сделал вывод, что конкретно мой экземпляр данного геймпада бракованный. Я видел множество обзоров на YouTube, где Gimsir G4 Pro успешно подключается к Nintendo Switch без каких-либо проблем. И у меня есть подозрение, что Gimsir G4 Pro все-таки можно подключить к компьютеру в качестве Switch-контроллера, ведь предыдущая модель T4 Pro это умело. И возможно проблема конкретно в моем экземпляре, но это не точно. Но как говорится нет худа без добра, все-таки что-то хорошее в этом геймпаде есть, а именно отсутствие мертвой зоны. Я буду тестировать геймпад, используя сайт GamePadTester.com. И здесь отчетливо видно, что нижний курок геймпада имеет степень нажатия. При этом практически нет начальной мертвой зоны, но есть конечная, и она довольно большая, что в принципе не очень сильно отличается от оригинального Xbox One контроллера. И в целом нижние курки претензий не вызывают. С кнопками ABXY все понятно, нажимается и нажимается, инпут лага нет, по ощущениям в принципе тот же Xbox. Крестовина очень удобная, то есть можно легко нажимать наискосок. Да и нажатия в стороны отдельно работают на ура. Но мы то с вами знаем, что самое главное в геймпаде это его стики. И самое крутое в G4 Pro это то, что мертвых зон у стиков нет. По крайней мере по внутреннему кольцу. Но, например, при смещении оси X в любую из сторон происходит так же небольшое смещение по оси Y. То есть, смещая стик вправо на старте, он может немного сместиться вниз. И уже не будет идти строго по линии своей оси. То же самое происходит и при смещении по оси Y. И если в игре я этого не заметил, то тест это показывает довольно наглядно. При попытке описать круг, стик ведет себя вполне адекватно на уровне Xbox One контроллера. Залипания по осям не происходит. Что же касается внешней мертвой зоны, то к стику тоже претензий нет. Все на уровне того же Xbox One контроллера. И тут явно заметно, что при разработке данному вопросу уделили отдельное внимание. Более того, благодаря отсутствующей мертвой зоне можно легко описать круг на границе осей. Но при этом можно заметить некоторое подергивание стика. Иногда его колбасит и бросает в какую-то из сторон. Но в целом, это все равно не мешает нам рисовать округлые формы на осях. Чего, например, не умеет большинство китайских геймпадов. А все из-за приличной мертвой зоны, которой тут нет. Вот только в этом тесте видно, что разработчики убрали мертвую зону за счет скиппинга, из-за чего можно заметить определенный пропуск точки координат возле самой оси. Из чего я делаю вывод, что мертвая зона была убрана, как говорят программисты, при помощи костыля. И да, это сработало, но как видно, не без нюансов. Это сказывается и на тесте. Обратите внимание, что когда я пытаюсь описать небольшой круг, то возле каждой из оси происходит резкое смещение точки. Это и есть последствия данного костыля с мертвой зоной. И тут даже не о чем спорить, это определенно неправильно. Кстати, величина шага стика на одно деление 0078. Что довольно хорошо, не считая других недостатков. Здесь видно, что разработчики определенно поработали над мертвой зоной. Не очень хорошо, но поработали. И это определенно шаг вперед в развитии геймпада строения конкретно китайского бренда Gamesir. Я бы сказал, что они движутся в правильном направлении, но все еще на полпути. Они что-то едят. Они для этого measured? Они их не chances вверх для достижения экземы иamente экземы. Они esqueцовые, если дerem. Сохstream и агетчики в сторону игру деления. В целом претензий к общей сборке у меня нет. G4 Pro довольно сбитый, не шамотящий геймпо, который не скрипит в руках, даже если прилагать достаточно усилий. Единственное, к чему можно придраться, это кнопки ABXY, которые немного погремушат при тряске, но это едва заметно и чем-то критичным не является. К сожалению, недостатков у геймпада немало, и первый из них это держатель телефона, который умеет держать телефон в двух позициях, но по факту в одной, потому что даже при небольшой тряске телефон сразу же откидывается на самую дальнюю позицию. Кроме того, фиксация телефона крайне ненадежная, из-за чего появляется высокий риск уронить его, либо разбить. При этом можно зафиксировать телефон в чехле, но тогда держаться он будет еще хуже. И рано или поздно вы его тоже уроните. В моем экземпляре геймпада также отсутствовала функция регулировки вибрации, которая прописана в документации. При нажатии кнопки S и стрелочек влево-вправо ничего не происходило, из чего я сделал вывод, что вибромоторы в моем экземпляре не работают. Кроме этого, верхние курки очень неприятно кликают при нажатии и удобно нажимаются не во всех местах. То есть на самом изгибе курка он нажимается не так хорошо, как с краю, ибо там находится его ось. Поведение стиков тоже под вопросом. Да, мертвых зон нет, но стики ведут себя странно, и это тоже неправильно. Смену раскладки я, конечно же, приветствую, но при этом разработчик не позаботился о том, чтобы извлекать кнопки было удобно, и это тоже минус. Добавим к этому списку отсутствие гироскопа на ПК, то есть подключить геймпад в качестве Nintendo Switch к компьютеру я не смог. И последним гвоздем в крышке будет, наверное, брак, из-за которого я не смог соединить сам геймпад с Nintendo Switch. Возможно, эти две проблемы взаимосвязаны, и я не исключаю, что они могут присутствовать лишь в моем экземпляре геймпада. Повторюсь, что проблема того, что геймпад не подключается к Nintendo Switch лишь у меня. Это не серийная проблема, ибо у обзорщиков на YouTube все подключается. Но я не исключаю, что подобный брак может повториться, и это настораживает. И даже если проигнорировать наличие брака в моем экземпляре, как по мне, у G4 Pro не удалось повторить успех T4 Pro. Все-таки нюансов у геймпада много, и цена кусючая, поэтому рекомендовать его к покупке всем и каждому я, пожалуй, не стану. Но ссылку в описании оставлю, а вы уже сами решайте, стоит ли его покупать или нет. А на этом у меня все. С вами был Джон Панч, и я надеюсь, это видео ответило вам на все вопросы касательно геймпада GAMESIR G4 Pro. С вас лайк и подписка, и не забываем нажать колокольчик. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok